Здравствуйте, уважаемые телезрители! В прямом эфире НТРК информационно-аналитическая программа Беринчи Студия и я с вами Эльвира Сатыбекова. Прямо сейчас о событиях в стране. Малоимущие семьи из бешкекских жилмассивов получат беспроцентные кредиты для проведения газового отопления в целях борьбы со смогом, сказал мэр столицы Эмильбек Абдекадыров. По поручению глава Кабмина Аклбека Джапарова жителей жилмассивов нужно обязать перевести на газ в течение двух лет. Мэр столицы добавил, что газификация оставшихся 20 жилмассивов будет проведена в течение нескольких лет. Для борьбы со смогом муниципалитет планирует запустить городскую службу такси на электрокарах. Также мэрия Бешкека готовит предложение по катализаторам, которое будет доработано совместно с Минприродой, Минтрансом и МВД. Учреждены торговые представительства Кыргызской Республики в Китайской Народной Республике, Турецкой Республике и Узбекистан. Соответствующее решение принято Кабинетом министров. Отечественные производители, в особенности малый и средний бизнес, сталкиваются с множеством проблем при экспорте своей продукции на внешние рынки в связи с недостаточной информацией о продукциях импорта в других странах и требованиях внешнего рынка. При этом возникает множество преград. Именно для решения обозначенных проблем и содействия экспорту отечественной продукции предлагается учреждение торговых представительств. Кыргызстан и Узбекистан подготовят соглашение для совместного производства сельскохозяйственных и легких автомобилей. В селях Сучуйской области построят завод по производству 19 автомобилей, включая микроавтобусы, пикапы и седаны. Ожидается, что первоначальная производственная мощность завода составит 3000 автомобилей в год. Постепенно объемы производства увеличат до 30 тысяч. Отмечается, что соглашение планируется подписать во время визита президента Узбекистана Шавката Мерзиёева в Бишкек 26 января. Более 65 тысяч предпринимателей применяет ККМ. В течение 2022 года количество применяющих контрольно-кассовых машин предпринимателей увеличилось в три раза. Такое трехкратное увеличение применяющих ККМ-субъектов стало результатом проведенных налоговыми органами разъяснительных мероприятий, а также бесплатной раздачи предпринимателям гибридных ККМ. Свой положительный вклад в развитие системы применения ККМ внесла также стимулирующая лотерея налоговой службы «Требуй чек и выиграй приз». В ходе акции граждане активно начали требовать кассовый чек из-за реализации товаров, работ и услуг. Напомню, что 1 марта истекает срок использования ККМ без функции работы с фиксальным модулем. Далее эфир продолжит мой коллега Нурбек Иманов. Вам слово. Спасибо, Эльвира. Здравствуйте, уважаемые телезрители. У нас в гостях председатель государственной налоговой службы Алтенбек Абдувапов. И мы поговорим об итогах 2022 года по линии налоговой службы и о планах на текущий год. Здравствуйте, Алтенбек Конобекович. Добрый день. Добро пожаловать к нам в студию. Алтенбек Конобекович, прежде чем мы перейдем к тому, чем закончила Эльвира, про кассовые аппараты и про лотерею требует чек, давайте начнем с общего, о сборов налоговых и страховых. Насколько был перевыполнен или выполнен ли был план, и как на это повлияло внедрение новых цифровых технологий в систему налоговой службы? Ну, если говорить об исполнении плана за 2022 год, то на сегодняшний день уже можно сказать, что налоговая служба полностью перевыполнила, перевыполнила план на 3,7 миллиардов. Если говорить об общей сумме, то это составляет 207 миллиардов. 207 миллиардов из них 156 с лишним миллиардов составляет по налогу. То есть в 2022 году нам удалось собрать план. Конечно же, в начале года многие говорили, не верили в то, что мы сможем это сделать, но по воле судьбы мы смогли это сделать, и команда налоговой службы выложилась в 2022 году на все стои, и у нас это успешно получилось. Если говорить о 2023 году, то у нас в 2023 году тоже немало амбициозный план. То есть можно сказать, что в 2023 году мы будем продолжать все те задачи, которые мы начали внедрять в 2022 году. В 2022 году мы успешно внедрили ЕРЭД, ККМ. Вот вы сами в курсе. То есть в начале 2021 году, к концу четвертого квартала, у нас было где-то в порядке зарегистрировано 17 тысяч контрольно-кассовых машин. На сегодняшний день у нас зарегистрировано и полноценно работает в порядке более 65 тысяч ККМ. При этом, это мы смогли достичь, нам помог кабинет министров, то есть мы закупили 10 тысяч ККМ, раздали их на бесплатной основе. И вот эти все плоды нам помогли реализовать те амбициозные планы. То есть в этом году мы также работаем над увеличением контрольно-кассовых машин. В 2023 году потом мы собираемся внедрить до конца электронные счета фактуры. То, что все до этого, то, что не делалось, мы это все тихо-тихо ставим на свои места. И я думаю, что в 2023 году мы полностью уже перекроем по электронным счетам фактуру. Внедрим полностью электронно-транспортные накладные. То, что на сегодняшний день очень шумно это все внедряется. Мы думаем, что вот эти все возражения мы преодолеем. И если мы уже в этом году внедрим электронно-транспортные накладные, то уже можно сказать о том, что мы полностью сможем перекрыть контрабандный ввоз в Крымстан. Поэтому мы считаем, что это тоже очень даже амбициозно. И тем самым у нас пойдут налоги только вверх. По поводу, вот вы и сами отметили, что все нововведения вводятся, вернее, при внедрении всех этих нововведений наводится достаточно много шума, в том числе и в социальных сетях, и в среде предпринимателей. И предприниматели некоторые отмечают, например, вот буквально сегодня я видел такой комментарий по поводу введения электронно-транспортных накладных, что это полностью убьет малый бизнес, потому что, если я правильно понял всего того, что увеличатся какие-то бюрократические издержки и дополнительных приобретений технических средств, как вы можете ответить на подобного рода комментарии? Вы знаете, на самом деле все эти множества, они не такие новые. То есть это далеко забытое старое. То есть электронно-транспортная накладная, то есть она всего лишь стала электронной. А до этого все предприниматели пользовались товарно-транспортной накладной. На сегодняшний день мы всего лишь это перевоплотили в электронный формат, то есть сделали так, чтобы он более удобный был. Что касается малого бизнеса, то малому бизнесу практически это никоим образом не задевает. Почему? Потому что их выписывают только в основном оптовики, да? То есть оптовые поставщики, которые хотят поставить там, скажем, некий магазин, да, скажем, он должен перед выездом оформить электронно-транспортную накладную, и он едет. То есть его никто не будет останавливать, если налоговый сотрудник, зайдя в базу электронно-транспортной накладной, он видит, что данный автомобиль движется и зарегистрирован с товаром, значит, к нему нет вопросов. Но если же этот автомобиль производит развоз товара, и при этом он не зарегистрирован в нашей базе, да, получается, значит, это какой-то нелегальный товар. И у нас сразу появляются к нему вопросы, где он нам должен будет объяснить, откуда это данный товар. Вот здесь буквально, можно сказать, ничего такого нового нет. Единственное, это все в новом формате как-то входит в электронном формате. Весь мир переходит, и поэтому я считаю, что данный формат, он, это просто далеко забытое старое. Здесь еще один такой момент. У нас же большое количество товаров, разнообразное, переводится между одной торговой точкой к другой, или от складов, например, или с рынков, заведения общественного питания. И как здесь будет работать? То есть, ну вот если я произвожу там, ну, допустим, салфетки, и отправляю вот, у меня есть постоянные покупатели, несколько кафешек, и я им направляю все эти салфетки. И вот мне, как бизнесмену, какие нужно пройти там процедурные моменты, или что, чтобы вот легализоваться, и даже если у меня очень маленькое производство, небольших объемов. Вы знаете, чтобы произвести поставку, вам нужно зарегистрироваться в нашей базе. Всего лишь? Всего лишь вы зарегистрируетесь, и у нас есть на нашем сайте каталог, то есть каталог продукции общей, вы можете оттуда взять, или же можете внести свои. То есть, мы почему дали возможность бизнесу самому, то есть, чтобы он мог, если его товар отличается чем-то, пусть он его конкретизирует и может занести. А так, в общем, весь бизнес может пользоваться вот этим данным каталогом. То есть, и тем самым, когда вы хотите выехать, вы всего лишь в базе регистрируете и говорите, вот автомобиль, да, там марки Жигули, госномер 01-322, и оформляйте электронную транспортную накладную, то есть наименование, количество и куда. Все. Здесь ничего такого сложного нет. То есть, вы тем самым просто отправляете автовиков. А человек, который сидит в магазине и торгует, ему не нужно. Но у него есть доступ, он может контролировать, кто ему, на него кто отписывал. Может быть такое, что, например, я салфетки к вам не отвозил, но я вас ввел в базу, и у вас это видно. И тем самым вы говорите, стойте, ребят, я у вас салфеток не брал. И все. И мы можем таким образом нечестных, недобросовестных налогоплательщиков выявить. Всего лишь вот. И вот эта система, потом система цифровизации налоговых процедур, смарт-салым, и активно внедряемые, и даже сегодня, ККМ, контрольно-кассовые машины, электронные, это же все часть вот такой большой борьбы с теневым бизнесом. И, ну, по крайней мере, по оценкам там на 2021 год, по разным оценкам, теневой бизнес у нас занимал от 30, чуть ли не до 60 процентов всего рынка. И по результатам работы вот за вот 22 год, когда активно, где-то с пробуксовкой, где-то вот с большими, с большой критикой с разных сторон, но тем не менее работа ведется. Вот, а как вы оцениваете, насколько внедрение этих новшеств, или хорошо забытых старых, как вы говорите, повлияло на сокращение теневого рынка? Или еще рано об этом судить? Ну, может быть, есть какие-то предварительные результаты? Вы знаете, в прошлом году, когда вводили кодекс, в этом кодексе не было ни слова о ставках, то есть увеличение каких-либо ставок. И когда мы его ввели, там было всего лишь уточнение. То есть все спорные моменты, мы это все убрали и уже сделали однозначными. То есть если до этого в кодексе были прописаны или-или, мы вот эти все или убрали и сделали конкретно. Всего лишь вот это. Ни одной ставки мы не увеличили. При этом, уже вот посмотрев назад, можно сказать, что в 2022 году без увеличения никаких ставок налоговая служба собрала 156 миллиардов только налогов. Если вместе с социумом, там порядке более 207 миллиардов. Эта сумма, она была собрана в порядке где-то более на 63 миллиарда больше. Вы понимаете? То есть это сколько зарплат, сколько пенсии у нас получилось, сколько дорог, сколько освещения. Вот это все же, это и за счет этих собранных же налогов. Поэтому я считаю, что мы даже можем организовать день открытых дверей, где люди могут посмотреть в определенный день, могут посмотреть, какие налоги кто. И мы можем увидеть, что те добросовестные налогоплательщики, которые до этого сколько платили, они столько и платят. У нас единственное добавились те, которые до этого были в тени. Понимаете? То есть очень много субъектов, которые у нас платили добросовестно, работали. Вот у этих субъектов оборот, их выплаты налогов, они не изменились, можно сказать. А если взять другие субъекты, то очень много прибавилось субъектов, которые, оказывается, до 22-го года они с нулевым оборотом были, или показывали в порядке до 200-300 тысяч сумм оборот, то в 22-м году им уже пришлось как минимум показать по 5 миллионов. То есть это все за счет администрирования, за счет теневого бизнеса, за счет того, что команда налоговой службы сработало это все, ну, была проведена очень колоссальная работа над вот этим всеми, и поэтому я считаю, что, в принципе, этот год мы также можем за счет того, что вывода бизнеса, тот бизнес, который в тени находится, мы только за счет него собираемся. Понимаете? В этом году вот мы провели лотерею в 22-м году. Это председатель кабинета министров. Нам в 21-м году, он, получается, осенью нам поставил задачу. Мы его смогли внедрить только весной. Понимаете? Это полгода при всем вот этом желании из-за корректировок в законодательствах. Вот это все, это все нам, мы смогли только вот, даже вот, ну, вроде такую простую лотерею, мы это ввели полгода. И мы ее запустили в мае, да? То есть, с мая, начиная, у нас сразу сдвиг пошел колоссальный. В этом году мы хотим также одновременно кэшбэк внедрить, да? То есть, если лотерея там определенное количество, да, наших граждан могли бы это все выиграть, то с внедрением кэшбэк у нас это уже будут все, да, получается, все те, которые захотят, пожелают участвовать, они могут уже возвратную сумму себе создать и за счет этой суммы они имеют право купить в тех же магазинах, где они приобретали, там уже могут приобрести товар. То есть, вот это все системы, я думаю, как только вот мы с весны внедрим, у нас еще должно вывести определенное количество истиней. Ну, да, если говорить о вот лотереи, да, требует чек, то получается, что здесь мы видим явно положительную тенденцию, когда если и мы сами, как граждане, включаемся вот в этот контроль, чтобы, но это же не прямая проверка там того же бизнеса, это такая косвенная, да, народный контроль, что мы приходим, где-то постоянно что-то покупаем и уже видим, можем сделать вывод, что этот магазин платит налоги, работает в чистую, там без никаких но, потому что мы получаем оттуда вот этот самый чек и сканируем его и видим, что этот чек прошел в системе налоговой службы. И с этой точки зрения, конечно, вот, пусть и не прямо, но косвенно, каждый из нас становится таким своеобразным налоговым инспектором и в дальнейшем мы можем отследить, да, насколько добросовестны у нас предприниматели или нет. И вот не могу не спросить по поводу вот приложения смарт смарт чек, по-моему, называется, да, да, оно, что нам с ним делать теперь, вот, она будет работать как раз, оно продолжит работу и через него мы уже можем оформлять кэшбэк или будет разработано какие-то новые технические средства электронные? Очень интересный вопрос, честно говоря, мы на сегодняшний день его дорабатываем, да, то есть, все эти ошибки, которые до этого у нас были, там незначительные, но мы его, получается, более доработали, да, то есть, по, в части, вот, скажем, наши соседи, когда разыгрывали, да, такого не было, мы, наши ребята создали уникальную программу, которая сканирует и это все фильтрует. На этот раз мы дорабатываем не в части того, что она у нас где-то неправильно была, я хочу здесь уточнение произвести, мы ее дорабатываем в части того, что мы хотим ее поделить еще и по региону, потому что в ходе прошлогодней лотереи у нас отдельные областя пожелали, чтобы данная лотерея, она, ну, они хотели разыграть еще так же дополнительные призы у себя в областях, и поэтому мы на сегодняшний день решили ее, чтобы она разграничивала по областям, и тем самым мы будем это все контролировать и давать как бы часть своей программы, там определенной области, которую пожелает, и она еще дополнительно разыграет свой приз. Вот, также в этой же системе все, что в 22-м году сканировали, мы это все обнуляем, и уже собираемся туда добавить систему кэшбэк. Вот, на сегодняшний день над этим идет работа, я думаю, к весне мы это все закончим, и кэшбэк у нас весной зафункционирует. То, что сканирование мы уже вот с 1 февраля уже наши граждане могут дальше сканировать, дальше скачивать, и дальше участвовать уже в батарее. Альтенбек Анна Бекович, один комментарий к тому, что вы сказали. Получается, что сами регионы, о которых вы говорите, проявили инициативу, это даст некий соревновательный эффект в том числе, и мы уже будем видеть разбивку по регионам, где, например, ваши же коллеги, сотрудники региональных налоговых отделов работают лучше, хуже, и это тоже мультипликативный эффект даст, чтобы понять, насколько ГНС, центральный аппарат и все остальные отделы работают, и насколько успешно они это делают, и тут же это, наверное, позволит еще понять, насколько там требуется, например, в Джалабадске или на Високульской области усилить где-то контроль и посмотреть, насколько бизнес активно пользуется этими услугами. Вы знаете, да, вот то, что мы в прошлом году провели лотерею, это уникальная лотерея, впервые за 30 лет, да, я хочу сказать, она была разыграна, здесь нужно отметить то, что все заинтересовались, да, то есть, это начиная от районных акимов, они настолько тоже были заинтересованы, и уже вот сейчас вот на сегодняшний день, например, представитель кабинета министров также желает в этом году уже увеличить, да, то есть, в этом году увеличить призовый фонд и собирается это в призах, я вот только вот часть скажу, где-то в порядке только автомобилей 10, да, разыгрывают на каждом розыгрыше, то есть, это будет такой грандиозный, где все наши граждане могут поучаствовать и решить свои проблемы, можно так сказать, то есть, это может быть кому-то повезет решить свои жилищные проблемы, может кому-то повезет купить себе автомобиль, я хочу заметить, что мы не собираемся покупать автомобили, которые на сегодняшний день не пользуются спросом, да, то есть, мы будем разыгрывать только те автомобили, которые на сегодняшний день в тренде, как вы заметили, мы вот последний квартал разыграли электромобили, да, то есть, эти электромобили, я считаю, что на сегодняшний день они в тренде, и поэтому в этом году мы также собираемся все только лучше, все только хорошее разыгрывать. Алтубик Анабекович, прежде чем мы продолжим наш разговор, я хочу дать слово своей коллеге Эльвире, и давайте узнаем, что происходит в мире сегодня, вернее, что произошло сегодня в мире. Эльвира, прошу вас. Спасибо, Нурбек, а мы продолжаем эфир Беринчи Студия. Итак, новая экранизация фильма о Чебурашке побила рекорд по кассовым сборам в истории российского проката. Картина вышла на большие экраны с 1 января, и с начала показа заработала около 4 миллиардов рублей. Отметим, что сценарий для ленты написал уроженец Сталавской области Кыргызстана Василий Куценко. Он является также автором сценариев таких известных фильмов, как «Кухня. Последняя битва», «Кухня в Париже» и сериала «Кухня». Всего в качестве сценариста он проработал над 14-ми картинами и является продюсером 12-ти лент. В связи с холодной погодой мэрия Ташкента организовала бесплатную раздачу плова в банкетных залах в шести местах столицы. Плов предназначен жителям, нуждающихся горячим питанием, людям из малообеспеченных семей, а также работникам коммунальных служб. Говорится в сообщении, мэр города Ташкента в своем обращении к ответственным руководителям отметил, что ожидается резкое снижение давления газа в столице и других регионах Узбекистана. Газовые заправки закроют, предприятия отключат от электричества и газа. Мэры городов со всего мира соберутся в Лондоне для участия в первом саммите партнерства за здоровые города. Об этом сообщает ООН. Встреча городоначальников состоится 15 марта. Они обсудят стратегии борьбы с неинфекционными заболеваниями и пути решения проблем с растущей нагрузкой на городские отделения травматологии. На саммите будут представлены передовые стратегии развития, которые помогут спасать жизни и создавать более здоровые и динамичные города. В частности, на полях саммита будут подниматься темы о безопасных тротуарах и велосипедных дорожках, об озеленении и запрете курения в общественных местах. Также мэрам расскажут об эффективных мерах по сокращению токсичных выбросов и решению проблем с дорожными заторами. При въезде в Таиланд теперь нужно снова предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19. Об этом пишет ТАСС. Лицы, прибывающие в Таиланд, будут обязаны иметь при себе сертификат, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от коронавируса. Эта мера вводится в отношении лиц в возрасте от 18 лет. Указывается, что сертификат будет необходимо предъявлять перед посадкой на рейс, говорится в сообщении. На этом у меня все, и я передаю свое слово своему коллеге Нурбек. Нурбек, вам слово. Спасибо, Эльвира. Мы продолжаем наш разговор с председателем государственной налоговой службы Валтенбеком Абдуваповым об итогах работы налоговой службы за 2022 год и о планах на 2023. И хочется отметить, что вот две последние новости, которые озвучила Эльвира, для внедрения вот тех самых новых технологий, улучшения городской среды и всего остального без нормально собираемых налогов и без поступления бюджет налоговых никак не обойтись. И в связи с этим хочу вот у вас уточнить еще один момент связанный с собираемостью налогов. Скажите, пожалуйста, вот в начале нашей программы вы отметили, что в этом году, в прошлом году, вернее, за 2022 год налоговая служба перевыполнила план и в 2021 году сумма была существенно меньше. В чем вот причина вот этого все такой разницы между собираемостью? Отчасти мы, конечно, выяснили, что вот внедрение новых технологий это позволило, вы достаточно хорошо разъяснили, да, но какие еще есть причины? Да, хороший вопрос. Вы знаете, я в первую очередь хочу отметить и, можно сказать, поблагодарить главу нашего государства, который, можно сказать, как и налоговик, он, ну, вы сами в начале года видели, как он сам ездил по рынкам, везде агитировал и вел разъяснительную работу нашему населению о том, что нужно, то есть кассовые аппараты они нужны. Тем самым вот, вот это все, мне кажется, оно тоже сказывается, да, сказывается и до этого не было, вы заметите, до этого не было такого, чтобы президент выезжал, да, и просил людей, чтобы те, ну, вошли в положение и стали уже работать по закону, то есть посредством кассовых аппаратов. Председатель кабинета министров также ездил по рынкам, тоже везде вел разъяснительную работу, везде старался всем объяснять о том, что налоги надо платить и естественно вот эти все аспекты они дали можно сказать свои плоды уже к концу года. Вот это все я считаю, что почему мы так много еще собираем, это одна из больших заслуг, то что наши руководители государств, они воспринимают налоги как уже необходимы, понимаете, и я считаю, что благодаря вот этим всем действиям, которые произошли в 2022 году, то благодаря вот этим всем действиям налогу я смогла еще и собрать. То есть до этого ни разу в истории не было такого, чтобы какой-то президент вышел и провел разъяснительную работу. Не было такого. Вы думаете, кассовый аппарат только в 2022 году придумал. они с 90-х годов. То есть даже в советское время были кассовый аппарат. Все это время это было. Но политической воли ни у кого не хватало. То есть это должна была быть воля, чтобы сказать народу, что подождите, ребят, давайте по закону работать. Это тоже по крайней мере за 30 лет нашей независимости никому не удавалось. Потому что все понимают, что любые новшества, любые реформы воспринимаются болезненно. И понимая, зная и идя на это, на сегодняшний день мы уже можем сказать о том, что то, что мы собираем, это колоссально можно сказать. Это может быть даже где-то исторически. И 23-й год он так же. То есть такой же темп просто практически дать уже прямо на следующий год. Это два года подряд. Это я считаю это уже благодаря вот этому всему. Потому что до этого у нас я хочу заметить, что каждый предприниматель, когда он читает, он привозит себестоимость плюс налоги и свою прибыль закладывает. Но реализовав товар, уже уплачивать налоги каждому тяжело. Как говорят, берешь свои, даешь, берешь чужие, отдаешь свои. И тем самым они получаются на сегодняшний день чуть-чуть борются, можно сказать. И мы стараемся это все вести в правильном русле. Я думаю, у нас получается. Да и вообще фискализация, то, что на сегодняшний день внедряется, оно все равно не сегодня, так завтра. Не завтра, так через два года. Это все равно должно было произойти. произошло это все в 22-м году. И происходит в 23-м. Один из методов снижения вот этих болезненных факторов, да, при внедрении нововведений или принятии непопулярных для отдельных категорий наших сограждан решений является перевод налоговой службы. В этом направлении тоже велась достаточно активная работа, насколько я знаю, из контролирующего органа такого, которого боятся, да, при слове налоговый инспектор, у людей возникает неприятное ощущение, к сервисности. То есть налоговые инспекторы, сотрудники налоговой службы должны, мы с вами об этом как-то тоже говорили, если связываются с предпринимателями или налогоплательщиками, вызывать у них положительные эмоции в том плане, что, а, ну вот он сейчас не придет там, не заберет все, что не так лежит, а он придет, поможет мне и при необходимости, если у меня возникнут какие-то вопросы, я могу в любой момент связаться, в электронном виде, может быть, оффлайн или по телефону с сотрудниками налоговой службы и получить определенного рода консультации. Насколько успешно была реализована вот эта стратегия и что планируется в 2023 году в этом направлении? Да, вы очень правильно подметили, то, что мы на сегодняшний день держим курс на сервисное обслуживание, то есть налоговое в будущем, да, что говорить о будущем, я вот думаю уже в ближайшее время будет всего лишь это все предоставлять услуги плательщику, то есть мы будем предоставлять услуги по уплате налогов, по правильности, только вот в таком русле, да, для этого у нас уже первые шаги приняты, то есть в 2022 году у нас задействовал центр по помощи предпринимателям, да, этот центр, он как бы помощь предпринимателям в части того, чтобы как правильно сдавать, и вы знаете, на сегодняшний день у нас отзывы, к этому центру, центру обслуживания предпринимателей, мы его вкратце называем ЦОП, этот центр, он на сегодняшний день отзывы у нас очень положительные, и поэтому мы приняли решение уже на юге, вот, открываем, я думаю, вот, с февраля у нас будет уже работать и на юге центр обслуживания предпринимателей, и тем самым мы везде эти центры будем открывать, то есть, открыв центры обслуживания предпринимателей, мы тихо-тихо будем уходить, почему, потому что вот эта вот фискализация, она делает свое, то есть, уже, ну, нет надобности, ну, то есть, со временем программа будет говорить плательщику о том, что вы неправильно забили цифры, вы должны будете вот так знать, напоминание, вот это все мы хотим в ближайшее будущее уже внедрить, чтобы плательщики на сегодняшний день, на тот день они смогли уже получать полноценную помощь от налоговиков своевременно, то есть, не контролировать, а вместе с ним сдавать, и я хочу заметить то, что только в 22-м году у нас на 200-ти тысяч предпринимателей больше зарегистрировались, и на сегодняшний день они сдают свой отчет уже в электронном формате, то есть, это не обязательно приходить на ОГУ, это уже все документы, многие справки они могут получать у себя в кабинетах, в личных кабинетах, то есть, мы создали личные кабинеты, и у каждого предпринимателя там и объявления, и он может спросить, что им нужно, как нужно, тем самым мы вот эти личные кабинеты будем больше и больше наращивать, да, я поэтому говорю о том, что в будущем, в ближайшее будущее мы уже как бы полностью контакт с налогоплательщиками, и налоговый инспектор он будет предотвращен. Алтамир Конобекович, у нас остается буквально две минуты эфирного времени, и хочу вот эти две минуты потратить на то, чтобы наши налогоплательщики, да, вот в контексте ваших слов, мне кажется, тут вот сервисность, она как раз и нужная вещь, потому что и государственная налоговая служба, и каждый гражданин Кыргызской республики, так или иначе, ведет свою деятельность во благо нашей страны, то, что от этого зависит напрямую наше с вами благо, и благо наших детей, и уже там не завтра, не послезавтра, а буквально сегодня. И исходя из этого, все равно находятся отдельные люди, которые выставляют, если вот можно так выразиться, да, например, всю работу налоговой службы, вот эти все новшества и какие-то позитивные моменты, на нет своим поведением и продолжают там работать, грубо говоря, по старому формату. Как быть предпринимателем и налогоплательщиком, если они сталкиваются вот с таким отношением со стороны, например, сотрудников ГНС? Вы знаете, у нас и на сайте, и в налоговой службе, да, в центральной, у нас есть специальные и телефоны, телефонное доверие. Мы это все незамедлительно реагируем. У нас на сайте также есть, где каждый может оставить, и в соцсетях. Везде это все на сегодняшний день, если оставлять свои комментарии, мы на это все болезненно, можно сказать, реагируем и стараемся каждое обращение наших плательщиков это все взять на контроль и уже отрабатывать, да, на сегодняшний день. Я хочу сказать, что налоговая служба, да, может быть, среди нас тоже есть, да, те, которые не поняли, что на сегодняшний день у нас идет полностью обеление, и я бы хотел, чтобы каждый предприниматель, который на сегодняшний день у нас занимается предпринимательцем, налоговая служба на сегодняшний день, она единственная просит заплатить налоги только от той части, если вы провели предпринимательскую деятельность. То есть, вкратце говоря, один недобросовестный налогоплательщик хуже армии противника, да? Спасибо вам большое, Алтенбек Конобекович, что уделили нам время, нам и нашим зрителям. Я напоминаю, что мы говорили об итогах работы налоговой службы за 2022 год и о планах на 2023 год с председателем ГНС, Алтенбеком Абдуваповым. Это была программа Беринчи Студия, эфир первого национального продолжается. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин